Привет, интернет! Я только что вернулся из больнички, и мне есть что сказать. Ну, последний месяц я ходил такой весь одноглазый, косплеил пирата, скачивал пиратские диски. Мама мне сшила несколько повязок пиратских, забацал крутые очки, чтобы я мог одним глазом все смотреть. Потому что двумя было сложно из-за того, что глаза смотрели в разные стороны, и соответственно все двоилось. И мало того, что ты смотришь, не можешь ничего толком разобрать, и у тебя все как... Ходишь как укуриный, короче. Так еще и из-за того, что ты все время пытаешься глаза напрягать, чтобы они все-таки сошлись в кучку, они из-за этого начинают болеть. Поэтому без наглазника все равно сложно ходить от заводения. Вот. А теперь я пару недель полежал у больнички, и теперь могу спокойно снять. Пока что. Ибо глаза начали сходиться в кучку. Но можно еще заметить, что у меня сохраняется птоз. То есть одно веко немного опущено. Ну и либо другое веко немного выпущено. Это еще значит, что далеко не все прошло. Вот. В больничке мне обнаружили, что у меня все-таки есть легкая генерализация. То есть это не только глазная, это прям затрагивает все мышцы. В основном это мышцы туловища, рук, ну и соответственно на голове. Вот. Так что все не так радужно, как казалось. Хотя казалось тоже не совсем весело. По результатам КТ ничего интересного не нашли, к счастью. Но так же и не выяснили, от чего у меня вдруг началось резкое усиление на месте НИИ. Ну то есть после операции, когда мне тимому вырезали, у меня все прошло. Все антитела ушли. Вот. И где-то полгода, видимо, назад у меня антитела начали возвращаться. Из-за этого у меня была там резкая аллергическая реакция и вот это все. Вот. И все это время у меня тут вот был огромный лимфоузел. Вот. На ПЭТ-КТ он прям светился, потому что накапливал глюкозу. То есть там, когда просвечивают, тебе вводят радиоактивную глюкозу, которая начинает светиться. Вот. И все органы, которые активно кушают сахарок, они начинают светиться на ПЭТ. Соответственно, вот именно этот узел большой, которым я постоянно был, он постоянно светился. В прошедшем времени, потому что вот мне сейчас на терапии этот узел почти совсем скуксится. Вот. Почему могло быть обострение? Тут есть две версии. Первая версия. Это все-таки пошел рецидив, но он еще настолько маленький, что не наблюдается на КТ. Вот. Вероятность его где-то так 30% в течение 10 лет может возникнуть через 10 лет, может возникнуть через 2 года. Ну, пока бить тревогу рано. Хотя, на мой взгляд, это самый вероятный вариант. Потому что второй вариант это, ну, антитела могут генерироваться не только тимомой, они могут генерироваться в любом лимфоузле. Вот. И, возможно, как раз вот в этом лимфоузле у меня генерирулись антитела к рецепторам, которые находятся на мышцах и воспринимают сигналы от нейрона. Вот. И, соответственно, почему-то они вдруг начали, как минимум один лимфоузел вдруг начал производить эти веселые антитела. Ну, учитывая, что он сейчас сдулся на терапии, то, видимо, он уже больше не производит. Вот. Так что эта версия тоже достаточно правоподобна. Но непонятно, почему вдруг снова сильно так возникло. Вот. Суть терапии достаточно простая. С помощью преднизолона подавляется иммунная система. Частично. Вот. Так что с инфекцией надо быть поосторожней. Ну, и зато дополнительный побочный бонус это из-за того, что у меня была другая аутоиммунная болячка. То есть этапический дерматит, который, когда эти иммунные клетки атакуют эпителий. Вот. Ну, и, соответственно, вот последние полгода у меня тоже с ним большая беда была. Ну, и, соответственно, преднизолония у меня и кожа стала чуть ли не как у младенцев. И, соответственно, практически прошли симптомы миостении. Практически, потому что, ну, сейчас я хотя бы могу без наглазника работать. Вот. И когда, ну, иногда остаются некоторые двоения на непродолжительное время. Но уже хотя бы глаза не болят, когда пытаешься свести их вместе. Вот. Ну, и есть надежда, что дальше будет еще получше. Здесь надежда. Вот. Но стоит там физически позаниматься. Там вот поджиматься, например, и снова начинается двоение. В общем, это такая взаимосвязанная тема. Достаточно там одну мышцу любую понапрягать. У тебя все мышцы начинают слабить. Но это быстро проходит. Так же, как быстро появляется. Вот такая вот веселая у меня мастения. Так что теперь я принимаю ударную дозу преднизолона. То есть, каждая доза это 11 таблеток. Ты целую горсть берешь. Закидываешься. Вот. При этом его дают не так, что ты каждый день что-то принимаешь. Как, например, с каким-нибудь тероксином. А тебе дают... В один день ты принимаешь ударную дозу. В следующий день ты не принимаешь. Вот. Нужно это для того, чтобы... Эти... По-моему, надпочечники вырабатывают какой-то там этот гормон. Вот. Чтобы они не атрофировались. Потому что если постоянно преднизолон принимать, то начинают там атрофироваться органы, которые отвечают за выработку соответствующего гормона. Вот. Чтобы они совсем не атрофировались. И принимается такой подход, что сначала ударную дозу для того, чтобы получить терапевтический эффект. А потом сутки даешь поработать уже своему организму, чтобы он не расслаблялся. Вот. Как-то так получается. Вот. Ну и потом, со временем, нужно будет снижать дозу. Вот это все. Вот. Кроме преднизолона, преднизолон действует чисто на иммунную систему. Кроме того, еще принимается этот колемин. Тоже не самая маленькая доза. Для того, чтобы, ну, вот эта проводимость между, между мышцей и нервом, ну, была хорошая, скажем так, чтобы никаких недостатков не было. Ну и, соответственно, нужно поддерживать уровень калия в организме, чтобы, ну, потому что это там калиевые каналицы в этих синусах находятся. И калия недостатка быть не должно. То есть специальный калий принимать, в принципе, сейчас не нужно. Но нужно за ним следить. Вот. А вот с магнием ситуация противоположная, потому что если принимать что-то с магнием, то все будет очень плохо. Поэтому его как раз нужно ограничивать. Вот. Как-то в целом так. Тут главное, чтобы эта генерализация не пошла дальше, потому что, вообще говоря, тема опасная, и запускать вместе не стоит. При этом мне еще сказали, что это такая коварная болезнь, потому что ты можешь ходить, не сильно замечать, что у тебя идет ухудшение. Ну, потому что ты там адаптируешься, привыкаешь. Допустим, ты просто привыкаешь к тому, что ты не такой сильный, как раньше. Ну, типа, а, уже не молодой, не такой сильный, да. А на самом деле дело не в том, что ты какой-то слабак. А на самом деле это может быть прогрессирование вне стене, и, соответственно, ты можешь это не заметить. Вот. А у врачей там есть специальные эксперименты, которые на тебе ставят, проверяют, как у тебя мышцы работают. Вот. И поэтому нужно, там, через полгодика надо снова будет лечь в больничку, чтобы они меня поисследовали. Вот такие вот интересные дела. Ну, в целом, жизнь немного налаживается. Так что, вот тут еще и солнышко вышло. Во всех смыслах. Так что, пока что живем и не унываем. Субтитры сделал DimaTorzok